В Алматы мать-одиночка, оказавшаяся в сложной ситуации, боится, что у нее заберут детей. Женщину в легкой одежде на морозе с малышом в руках заметили неравнодушные люди. Они разместили в интернете призыв о помощи. И сразу после этого в дом к женщине пришли неизвестные, которые представились сотрудниками органов опеки. Они потребовали показать счета и грозились отобрать детей. Есть ли такая угроза и кто охотится за теми, кому нужна помощь, расскажет Жанна Тайтенова. Просто купить слишком дорого, а мне лучше на детей тратить. Пятую зиму без куртки? Да. На этих кадрах мать двоих детей родиля торгует яблоками на морозе без верхней одежды. Ролик разместили в социальных сетях случайные прохожие. Женщина говорит, что никого о помощи не просила. Но после публикации к ней стали приходить люди помогать продуктами и вещами. О, это все подошло. Но с приходом помощи начались новые проблемы. На днях на пороге съемной квартиры появились люди, которые представились сотрудниками органов опеки. И сильно напугали мать-одиночку. Я не ворую, я не пью, не курю, я не гуляю ни с кем. У меня как ушел полтора года муж, сбежал, все деньги украл. Два человека вчера приехало, вообще, что попало, она говорила. Что они говорили? Что ее мошенница говорит, а у вас есть счет. Я говорю, посмотрите, они съездили, постарели, у меня заблокировали счеты. На защиту женщины встали неравнодушные люди. Они намерены и в дальнейшем опекать семью, попавшую в беду. Обстановка плачевная, у меня сердце болит. Я хочу обратиться ко всем неравнодушным людям, чтобы помогли этой девушке, чтобы не пугали ее, что заберут детей, что заберут ее маму. В органах опеки и попечительства утверждают, что никто из специалистов на место не выезжал. Тем более, угрожать лишением родительских прав без веских причин никто не мог. В настоящее время у нас закрылись детские дома. И у нас отпала надобность делать отобрание детей. Мы стараемся, наоборот, данной семье помочь материально. Потом оформляем документы. Не исключено, что это были любители легкой наживы, так называемые мошенники. Поэтому призываем проявлять бдительность, осторожность. В это сложное время, когда люди вынуждены просить о помощи и объявлять сбор средств, как никогда активны мошенники. В полиции призывают быть осторожнее. А родители Адукахаровой посоветовали в следующий раз сразу звонить на номер 102 и написать заявление в районное отделение полиции. Жена Тайтенова, Влад Шишко, Информбюро Алматы. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро. Когда нужна честная информация. Продолжение следует...